Проблем с ЖКХ сейчас много, как никогда. Жильцы дома по улице 50 лет октября гадают, был в их доме капремонт или не был. По документам он закончился в декабре прошлого года. Но жильцы возмущены его результатами. Они пытались договориться сначала с управляющей компанией об устранении недостатков. Но сделать это самостоятельно им не удалось. Дело дошло до прокуратуры республики. В подробностях разбиралась Татьяна Трофимова. По словам жителей дома, нарушения начались уже с проведения конкурса среди подрядных организаций. Никто из собственников не присутствовал на нем. Хотя по закону жильцы дома имеют право знать, какая компания выиграла тендер и на какую сумму. Теперь, когда капитальный ремонт официально закончен, жильцы не на шутку обеспокоены состоянием дома. Это строительный мусор как был на чердаке, так и остался. То есть это идет обычное загромождение строительными мусорами, отходами общего имущества собственников, то есть чердака. Здесь мы видим, что у розетки вообще отсутствуют какие-либо крышки. То есть все находится в общем-то. Любой человек пальцы сунул, дернул, подключил любое микрооборозование и так далее. У нас торчат провода из распределительных коробок. Когда у нас в некоторых квартирах вообще не установили никаких радиаторов. Когда у нас в подъездах вместо радиаторов отопления висят полотенца-сушители. Кровля поднималась вверх и вниз. То есть был сильный ветер, шторм. И кровля настолько была забита плохо и отремонтирована, что кровля просто болталась. Начали демонтировать батарею. Была новая батарея. И в конце концов эту батарею, значит, вот эти слезаря били-били и разбили. То есть на тот момент получился брак данной батареи. Вот три дня, четыре дня, как они установили батарею. И только после того, как мы написали жалобу. На чердак этого дома может зайти кто угодно. Замков на входе нет. А если кто-то решит там еще и закурить, недалеко и до пожара. Ведь среди складированного здесь мусора рулоны стекловаты. Впрочем, нарушения жильцы дома обнаружили не только в ремонтных работах, но и в документах. По их словам, подписи некоторых собственников дома были подделаны в актах выполненных работ. Это подтвердила и графологическая экспертиза. 28 января текущего года мною в ООО «Катя Кастельщик-Кадам» поехали с советом многоквартирного дома, с группой поддержки, можно так сказать. Мною был обнаружен протокол, где была моя подпись сертифицирована, то есть подделана. Отдел полиции Калининского района в возбуждении уголовного дела по данному факту отказал. Сейчас этим вопросом занимается прокуратура. В 2012 году проведен капитальный ремонт жилого дома. Он проведен, по мнению заявителей, ненадлежащим образом. Некоторые работы, которые отражены в актах выполненных работ, фактически не были проведены. Также отражены доводы о фальсификации подписей жильцов дома о приемке выполненных работ. Данное обращение находится в настоящее время на рассмотрении. Проверка не завершена. Был произведен выход на место. Были выслушены сами заявители. На момент проверки высказана позиция руководителя правительской компании, которая обслуживает данный дом, и подрядная организация, которая фактически выполняла работу по капитальной ремонту дома. До обращения в прокуратуру, по словам жильцов, они неоднократно пытались договориться с управляющей компанией. Просили устранить последствия капитального ремонта. И решить все вопросы без вмешательства правоохранительных органов. Ведь для жильцов главное – благоприятные условия для проживания. В управляющей компании говорят, что готовы идти на контакт с жильцами. И более того, они попросили их письменно изложить свои претензии по поводу капитального ремонта. И постараются их устранить. Только непонятно, почему они не смогли сделать это раньше. По результатам сегодняшнего осмотра, те незначительные замечания, которые были, там где-то, может быть, не то, что правоохранительных правоохранительных органов. А также на связи, значит, они будут устранены, и, в общем-то, все. Но если у собственников есть еще какие-то вопросы, то готовы их не слушать. Прокуратура Республики сейчас проводит проверку проделанной управляющей компанией работы. А жильцам дома номер 26 остается только надеяться, что в ближайшее время их проблемы разрешатся. Татьяна Трофимова, Николай Яковлев, Республика.